Всем привет! Меня зовут Павел, вы на канале Фототревел. И в этом видео рассмотрим, распакуем вот такой вот цвет. Я им уже пользовался, но не этим, а такими же экземплярами. Кстати, видео сейчас снимается при помощи таких... Я заказал таких вот 10 комплектов, и в большой коробке каждый комплект был вот так вот упакован. Значит, что у нас есть? Сейчас мы всё выложим. Комплектом, кстати, заказывать дешевле выходит, потому что если отдельно какой-то элемент или вообще поэлементно, то будет долларов на 30 дороже. Вот это всё обошлось примерно в 60 долларов. На эти все девайсы, я там ссылочки в описании оставлю. Кому будет интересно, посмотрите. Значит, сам свет. Это Youngnau UN300 Air. Давайте коробочка. Вот. Такая. Ну, ничего особенного. И... Да, коробочки, кстати, у них с красивыми принтами, в таком вот чёрно-золотистом цвете выполнены, как упаковывается техника Nikon. Значит, сам свет... Это LED-панель, в нём есть внешнее питание, что хорошо. Индикация есть, различные настройки и есть настройка по цветовой температуре. Air в названии, да, вот это вот, где он здесь вот, это то, что он вот такой вот тонкий. Его можно положить в рюкзак, он не будет много занимать места, потому что очень плоский. Другие цвета подобной конструкции, вернее, подобной мощности, в того же Youngnau и других производителей, они намного толще и получается их не очень удобно, иногда не очень удобно ложить в сумку. Другие цвета, внутри у нас есть вот такой чехол для транспортировки, что тоже очень хорошо. Внутри он с такой вот мягенькой штучки, я не знаю, как её правильно назвать, и он толстый по своей толщине. То есть, между верхней частью и внутренней здесь как бы такой поролон вложенный, что будет очень хорошо амортизировать. Вот. Единственное, во всех, сколько я не покупал таких светов или света такого, очень плотно входит в чехол, в месте вот этого вот входа или отверстия, ну, входа, наверное. Вот. Но, тем не менее, можно. Закрываете и ложите в сумку и несёте. Так, чехол. Крепление на штатив или же на башмак, вот здесь вот оно вставляется, да, и по типу крепления GoPro можно потом будет нагинать под нужный вам угол. И с вот этим вот креплением, постоянно накрученным на свет, в этот чехол очень-очень туго входит свет. Китаец положил ерунду. Есть ручка, которая сюда же вставляется. На свет накручиваете, например, вам ассистент может как бы на руке там вверх поднять, ещё куда-то. Я лично этой штукой не пользуюсь, но она имеет место быть. Можно использовать как короткую селфи-палку. Такая же площадка для крепления, как во вспышках, во всех идёт, но, как правило, ими никто не пользуется. Есть фиксатор на башмаке, и он не только прижимает, ещё здесь вот этот вот штырёк, который входит в башмак камеры. Не знаю, видно его или нет. Камера, наверное, не фокусируется. Вот он есть. И вообще предотвращает выскальзывание из горячего башмака. Это с упаковкой можно закончить. Отложим её на время. Что ещё я взял в комплекте? Это питание внешнее от 220, которое вставляется в розетку. Соответственно, вторая часть у нас идёт вот сюда. Отдельно этот блок питания стоит дороже намного, чем вместе со светом. Но можно, кстати, какие-нибудь использовать имеющиеся у вас вот такие блоки питания, если вы заказали отдельно. Вот, кстати, здесь у нас идёт сколько? 8 вольт, 5 ампер. Давайте вот здесь вот посмотрим. Кому надо, ставьте на паузу, можете почитать. Давайте вот эту штуку возьмём. Это аккумулятор. Маленький такой. Вот. По типу, как в Sony, аккумуляторы. Есть большие. Этот у нас в данном случае на 3000 мАч. Здесь 2 элемента 18650 стоят. С этим светом, вернее, с этим аккумулятором свет, по моему опыту, работает, опять же, в зависимости от мощности. Но на полной мощности до часу может простоять. Смотря какой, какого качества попадётся вот эта батарея. Потом взял зарядку, соответственно, для вот этого же аккумулятора. Вот. Она, кстати, такая, travel-компоновки. Вот эта вот часть, она поворачивается и вставляете в розетку. У кого обычные вилки, покупается переходник, там за 3 копейки, можно сказать, и вставляете в евро вилку, в евро розетку. Я использую удлинители Xiaomi. Если у меня лежит на полу, неудобно. В удлинитель Xiaomi можно все типы вилок вставлять. Там розетка таким образом предусмотрена. То есть я сразу вставляю в удлинитель. Вот становится. Есть индикатор. Красненький, когда заряжается, зелёненький, когда заряжено. Мощность этого устройства. 600 миллиампер, 0,6 ампера. При напряжении 8,4 вольта. То есть этот аккумулятор, теоретически, он должен зарядить где-то больше 5 часов. Часов за 6. Полностью разряженный. Буду откладывать, чтобы нам не мешало. И ещё взял. Сейчас, кстати, на таких адаптерах у меня стоит съёмочный свет. Это фальконовский. Они, по-моему, только фальконовские есть. BB6. Стоит как раз около 6-7 долларов. И его какой смысл? Он как раз по типу вот этих вот аккумуляторов. С этой стороны, то есть вставляете вот сюда, да. Но в него можно вставить 6 пальчиков обычных. У меня так сложилось, что пальчиков всегда очень много. Кстати, этим летом купил вот таких вот пальчиков Esperanza. Помните, когда были диски эпоха компакт и DVD дисков, то были диски Esperanza очень неплохого качества. И вот эти аккумуляторы, по крайней мере, пока сколько им пользуюсь, месяцев 6-5 может, они показывают себя на уровне N-Loop. N-Loop это как бы эталон, можно сказать, Panasonic. Ну, 2000 мАч, так оно и есть. Вставляете вот сюда. Хватает их очень намного. Опять же, относительно на какой мощности будете использовать и какой свет. Но я вот этими вот адаптерами очень доволен. Вставили. Закрыли. И сюда. Вот свет наш включается. Кстати, если вот эти вот аккумуляторы, если их покупать в Китае, вернее, не в Китае, а какие-то, типа, совместимые, да, смотря на какого поставщика вы попадете, такое будет и качество. Могут долго работать, емкость держать хорошо, могут недолго, может, могут среднее. Могут служить, там, по 5 лет. У меня в данном случае максимально такие аккумуляторы служили по 2 года. Потом они капитально теряли в емкости и зарядка даже переставала их распознавать. Используя вот такие вот адаптеры, вы всегда знаете, что можно купить проверенные пальчиковые аккумуляторы и всегда у вас будет отличный запас емкости, на которые можно положиться. потому что на вот эти надо брать всегда с запасом, если идете на съемку куда-то или собираетесь в поездку. Вот. Вот он включается, свет. Давайте я, чтобы он здесь меньше места занимал для демонстрации, ставим маленький. Значит, кнопка включения, она же регулировка мощности. Вот, видите, она растет. Ну, камера подстраивается, этого не видно. Я специально в камеру не направляю, чтобы не засвечивать. Значит, какие есть кнопки? Первая вот эта вот, давайте разберемся сверху, это бат, бат, это емкость оставшуюся вот этого заряда. То есть, по 9, это 90%. Нажимаете, вот она некоторое время горит, потом переходит обратно в режим показания мощности. Второе, это у нас кнопка сет, это память. То есть, вот сейчас я поставил 29% мощности, нажимаю сет, моргнуло и запомнило вот это вот показание. Теперь я когда меняю показания, а потом мне нужно вернуть на предыдущее, или в сумке вы поносили, или кто-то вам покрутил, нажимаете сет, и оно возвращается до позиции в памяти. Вот. Кнопочка снизу под сетом, да, вот давайте вот так вот по кругу пойдем, это выбирайте, какие диоды, какой цветовой температуры вы будете регулировать. Здесь есть диоды на 5500 Кельвинов или на 3200. То есть, можете выставлять любую температуру, например, поставили вот 3200 горит. Да, вот сейчас я покажу, если камера наведется. Так, вот 3200 переключается, вернее, сейчас 3200, 5500, 3200, 5500. И можно выбирать каждую позицию и регулировать цвет. Вот у меня 3200 сейчас на 100% стоят, да, видите, свет теплый. Убираю их, остаются гореть холодные стадиоды, и видно, свет белый стал. Ну, и аналогично тоже регулируется холодный свет. можно вообще один выключить, да, холодный, я выключил, к примеру, перешел на теплый, и только теплый, вот у нас горит, видно, желтизной отдает. Или же, наоборот, поставили на холодный свет и крутите. Плость регулируется. И вот эта вот кнопочка, последняя, это регулирует диапазон, в которых будете изменять мощность. Первое, это вот по 1% мощности ставите, можете вращать. Второе позиция, это по 10% берется, сразу по 10% добавляется и уменьшается мощность. Обратно переключили, по 1%, то есть, можно очень точно настроить. Сейчас я уменьшу, и тут уменьшу, и теперь могу вообще вот на единичку включить. Он еле-еле светит, видите? То есть, вот включаю, по одному он плавно-плавно набирает мощность. То есть, вообще вот так вот можно делать. Ну, на нуле все выключены. То есть, вот такой вот свет сделан добротно, пользуюсь я уже этими моделями с... Ну, смотря, когда вы смотрите, в общем, полгода я этим вот этой же вот Air-моделью такой пользуюсь. Мне товарищи их берут. Я специально взял 10 штук, чтобы им отдать. Вот. Никаких нареканий нету, не пачкается, не скрипит. Сборка очень качественная. Ну, Янгнау делает вспышки хорошие и все остальное. Ха, только заметил, никогда не знал. Вот эта вот штука, она металлическая оказывается. Это я сейчас вот взял руку холодить. Никогда бы не подумал. И прикручена на четырех винтах вот здесь вот. Возможно, внутри еще какая-то металлическая рама есть, хотя я сомневаюсь, но металл дает еще один плюс. Минус только добавляет веса. Если его использовать от блока питания внешнего, работает естественно бесконечно. Там, где там инструкция написана, что долгое время на полной мощности использовать не рекомендует, но я использовал в принципе пока ничего не сгорело. то есть вот так вот. Кому надо небольшой такой цвет портативный, который удобно с собой носить в фоторюкзаке, потому что фоторюкзаки или фотосумки они заточены больше под вспышки изначально, да, вообще как бы с момента производства, потому что света такого не было. А такой толстый света если возьмете, вы можете его туда не вместить, придется отдельно как-то нести. А этот спокойно под крышку, под клапан сверху ложится, даже по толщине тут я не знаю сколько, ну 2 сантиметра от силы, вот эта вот толщина если снять аккумулятор. Вот так вот. Вот эта крутелочка на других светах, кстати, которые раньше выпускались, правда не Янгнау, а китайские, но неймы, резистор часто снашивался и приходилось раскручивать и менять. Здесь за полгода кручу сколько хочу, никаких проблем. Поэтому вот так вот кому понравился, можете покупать себе такой свет, можете покупать у себя в стране, чуть дороже можете из Китая заказывать, где найдете, там и берите. Ну ссылочки, где я брал на Али, оставлю в описании. На этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, я отвечу. Ставьте лайк, дизлайк, я буду видеть по ним вашу реакцию, снимать или не снимать какие-то видео. И на этом все. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok